Продолжение следует... На вечеринке спаржа, знаешь, так вот раз, там где сломалась, значит вот это уже нам не нужно. Быстро ее! Такой вот дуршлачок сначала помыть, а потом в этом же дуршлачке опустить кипяток на несколько минут, так сказать, пробланшировать. Есть? Буквально пару-тройку минуточек, чтобы она осталась упругенькой, тверденькой, но была готовая. Итак, салат, как я тебе сказала, все очень просто, все главное, в этом салате самые главные ингредиенты, даже я бы сказала, несколько ингредиентов, которые просто решающие. Значит так, ветчина, которая сыровяленая, тонко-тонко нарезанная. Если она нарезана чуть толще, уже не так интересно, честно тебе скажу. Поэтому вот мы берем шпинат. Шпинат очень полезен для здоровья. Шпинат нужно заправить тут же, сразу же. Несколько капель оливкового масла, буквально говорю тебе капель, он ни в коем случае не должен плавать в заправке, он должен просто чуть-чуть быть пропитан маслицем, лимончиком. Тоже несколько капель, несколько капель, несколько капель. Крупномолотый черный перец. И щепотка соли. Так, вот это пока постоит, подождет, я тебе покажу, что будет дальше. Дальше все будет очень-очень интересно. Сыр. В данном случае у меня пармезан, можно взять совершенно любой. Нарезаю вот такими хлопьями. Можно взять любой твердый сыр. Просто пармезан с ветчиной хорошо сочетается. Я, собственно говоря, поэтому его взяла. Но если ты берешь какой-нибудь другой сыр, ничего не пострадает. Никто даже ничего не поймет. Подавать этот салат, почему я тебе сегодня именно решила тебя им угасить, потому что его можно подавать на вечеринках. Я тебе сейчас покажу, как. Итак, натираем, вернее так, стругаем пармезан вот такими вот тоненькими полосочками. Готовим помидор. Помидор готовим. Почему я говорю готовим? Потому что нам очень важно, чтобы в помидор была мякоть помидора и практически не было его сока. Поэтому там, где есть сок, вот это вот, мы вынимаем и оставляем только ту мякоть, в которой сока нет. В общем, должны получиться такие мясистые ломтики помидора. Так, спаржа, которая у нас, можно сказать, пробланширована, она немножко полежала в кипящей воде. Ах, какой запах у спаржи! Спаржа вообще чудесная, чудесная вещь. В общем, она чрезвычайно полезна для организма. Вот сейчас мы ее должны остудить, чтобы она остыла, а потом займемся дальше. Сначала я тебе покажу, как мы это будем подавать, если мы это будем подавать для варианта вечеринки. Берем тоненький кусочек ветчины, так, чтобы она была отделена и желательно не порвалась. Вот у тебя должна получиться такая вот полосочка ветчины, очень тоненькая, на просвет. Выкладываем несколько кусочков пармезана. Затем пару кусочков помидорчика. Вот таких, если они у тебя так тонко нарезаны. Дальше берем пару листиков базилика. Рву просто, чтобы они охотнее отдавали свой аромат. Сюда насыпаю капельку, капельку, совсем капельку крупномолотого черного перчика, совсем-совсем чуть-чуть. Вот только на помидорчик присыпаю, видишь? Так, а вот теперь беру кусочек спаржи, разрезаю ее пополам, вкладываю наверх и несколько заправленных листиков шпината сейчас же сюда. И вот шпинат нам даст эту сочность. Заворачиваю эту красоту. Вот так вот. Прокалываю обыкновенной зубочисткой или бывают такие коктейльные палочки. И вот так вот раскладываешь на тарелке, это очень удобно. И гости, в принципе, на вечеринке, они могут просто с салфеткой подходить, вот так вот и брать. Сюда же отправляем пармезан прямо на заправленные листики, которые... Ой, какие нежные, ароматные, просто класс! Сюда же отправляем кусочки помидорчика, раскладываем так. Сюда же отправляем кусочки ветчины. Класс! И спаржа. Спаржу можно отправить целиком, можно порезать, можно разрезать вот так. Вот, собственно говоря, и все. Вот у тебя салат готов. Это дело двух минут. Продолжение следует...